Высокие скорости, результативные атаки и мастерство вратарей обеих команд. Саров Инвест в втором круге чемпионат области провел домашнюю встречу с Ураном из Дзержинска. Действующий чемпион области в этом сезоне занимает лидирующие позиции в турнирной таблице. Но на родном льду хоккеисты Саров Инвеста не дали гостям расслабиться и с первых минут показали решительный настрой на победу. Команда хозяев доминировала в первом периоде, а где-то во втором периоде переломили, немножко перестроились. Поэтому чуть-чуть где-то создали больше моментов и соответственно реализовали. Первый гол в матче с передачи Андрея Калашникова забил Игорь Поздов. Хоккеисты из Дзержинска буквально через пять минут сравняли счет. Нападающие обеих команд попеременно проводили атаки, но защитники и вратари раз за разом спасали ворота от шайб. Соперник, кстати, очень хороший, достойный, мобильный, быстрый, очень хорошо двигался, очень хорошо комбинировал, создал много моментов. Не обошлось и без нарушений. Арбитры поочередно отправляли на штрафную скамейку игроков обеих команд за неспортивное поведение. Обе сборные играли и в меньшинстве, и в большинстве. Но даже численное преимущество спортсменов на ледовой арене не помогло в реализации голевых моментов. Игра равная была. Оба играли достойно. Не знаю, видите, чуть-чуть нам не хватило просто какого-то фарта. Везения, возможно. Так, в общем, неплохо. Все били, все играли, все молочки. Еще одну шайбу ворота соперников хоккеисты Саров Инвеста забросили в третьем периоде. В заключительном отрезке игры саровчане не смогли переломить ход игры и пропустили в свои ворота третью шайбу. Последние минуты матча саровчане провели у ворот соперника, пытаясь пробить защиту и сравнять счет. Ну, мы поднажали, да, нам уже не было, нечего было терять, нам надо было сравнивать. Видите, мы сравняли. Все там нормально. И в концовке, видите, пропустили этот гол. Потом опять побежали, но уже не хватило времени. Игра закончилась со счетом 2-3 в пользу Урана. Следующую встречу хоккейный клуб Саров Инвест проведет уже в эту субботу, 12 января, на выезде с командой из города Павлова. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров-24. Продолжение следует.